У меня три года назад был мусульманский брак, но до официальной регистрации мы не дошли. Я не понимаю, что значит мусульманский брак. То есть это оброс, ну понятно, все, хорошо. Но до официальной регистрации мы с ними не дошли, его осудили. Он сейчас в местах решения свободы. Надолго? Ну, да. На сколько лет? На 6,5 минут. В чем ваш вопрос? Я не знаю, как мне... Как вы будете, не знаю. Вроде бы я решила... Это неправильно. Вы можете ждать, можете не ждать. Если вы замуж не вышли, то вы вообще как бы не обязаны ждать. Вы просто с ума садитесь за это время. Вы не сможете, нереально просто для вас будет дождаться. Человек должен всегда рассчитывать свои силы в обетах своих обещаний. У вас сейчас идет благоприятный период для зачатия ребенка и рождения. Он продлится еще 3 года. Через 6 лет этот период закончится. И следующий благоприятный период будет после этого. Только через 8 лет. Ну, то есть через 8 лет от сегодняшнего дня. Вы сможете только нормально родить ребенка. А если сейчас, то у вас двое уже может родиться вот за этот благоприятный период. Ну, то есть я считаю, что ваша судьба не связывает вас с этим человеком. А если и связывает, то вы просто с ума сойдете его ждать. Потом очень тяжело будет его восстанавливать. Ему где-то года 2 придется выходить из стресса после этого. Ну, то есть я не хочу вас, как бы, настраивать на другое, на что-то. Просто я вам рассказываю вашу судьбу, которую вы выбрали. Спасибо большое. У вас нет обязательств перед человеком, который вас не взял замуж. Просто я не знаю, вот Бог меня уберет от него. Или вот, да, он в состоянии, вот, я могу разобраться. Это ваша тяжелая судьба в отношении с ним, тяжелая ваша судьба. Не легкая, тяжелая. И она легкой никогда не будет. Вот всю жизнь вы с ним будете жить, тяжелая жизнь у вас будет. Я поняла. Спасибо. Сзади вот женщины тоже какие-то трудности серьезные. Подружка, да, такая? Нет, это вот как духовный наставник. О, наставник. В женском теле, да? Ну, всего слова, да. Я уверена, да. Вопрос. Вот это вот большая глупость. Вот это вот вы реально... Попытайтесь понять, что... Наставник никого не подпитывает. Наставница. Это очень редко, когда мужчина, нормальный мужчина, выбирает себе женщину-наставницу. Это надо быть такой сильной женщиной, чтобы реально мужчина вот этот шаг сделал. Но в этом случае она для него мать. У них возраст какой? Ну, она чуть старше была. Ну, это не мать. Мое чувство, что вы находитесь в очень глубокой иллюзии из-за того, что вы слишком сильно верите мужу. Мужу надо доверять, а не верить. Потому что верить надо только Богу. Если вы верите мужу, значит, он может вас вести в иллюзию. И сейчас так и произошло. Он реально, как бы, начинает погружаться в отношения, которые приведут его к разрушению семьи. Она замужем, это наставница? Нет. Вы находитесь в опасной ситуации. Но, ну, как бы, ситуацию сразу не решишь, потому что ни он, ни вы этого не понимаете. Бывают такие отношения, когда мужчина строит отношения с женщиной. Ему кажется, что они возвышены. Но, ну, понимаете, это все очень, ну, очень легко проверяемо. Вам надо просто прийти. Во-первых, вы должны попросить его, ну, сходить на ее наставление и послушать вместе с ним. Сразу же, с первого раза, как вы это сделаете, все для вас станет предельно ясно. Потому что она при вас не будет ему давать наставление или будет очень сильно зажиматься, чувствовать себя некомфортно. Потому что она сейчас, ну, флиртует с вашим мужем. Вам надо просто прийти на наставление и сказать, я тоже хочу наставление. Ну, понимаете, мне туда доступа нет. Вот, вот в этом и весь секрет. Почему бы человеку любому не прийти и получить наставление? В чем проблема? Понимаете, когда слишком много секретов, это попахивает керосином. Слишком много секретов, очень таинственность большая. Вы понимаете, у нас просто такая ситуация, что он просит отпустить его, ну, к духовному росту, скажем так. Отпустить куда? Ну, развиваться дальше, что ли. Ну, вы что, его держите, что ли, не даете развиваться? У нас дети маленькие. Куда он хочет вас, он хочет, чтобы вы его отпустили? Куда конкретно? На свободу. На какую свободу? Что он хочет, напишите словами своими. Конкретно, что он хочет? Жить отдельно, что ли, или что? Видите, уже все произошло. То, что я вам сказал, уже свершилось. Вы очень слепо относитесь к своему мужу. Вы должны его реально воспитывать, быть строго иногда. Между мужем и женой равные отношения. Эта женщина добровольно принимает себя младшей. Но иногда она для него должна быть старшей и должна ставить его на место. Вы не должны отпускать его. Он честный, совестливый человек. Он только из-за вашей глупости может уйти из семьи, попасть в засаду. Я очень хорошо чувствую эту женщину. Я знаю то, что было у ней до этого. Если хотите, я вам расскажу. Она бросила свою мужу из-за того, что он не был любовником. Сейчас она ищет себе нового, потому что с тем она рассталась. Если не верите, можете спросить у нее лично. Я бы хотел, чтобы вы с ней познакомились. Потому что как только вы с ней познакомитесь, она сразу отстанет от вашего мужа. Вам надо быть очень смелой и решительной сейчас. Вы теряете своего близкого человека. А он теряет себя, потому что он с ней не сможет жить долго. Она очень гордая, в отличие от вас. И зависимая. А вы очень зависимые и доверчивые. Это вообще излечение? Сейчас мы лечим это. Спасибо. Спасибо большое.